Я поймал грыжу на переднее колесо, мне выставили счет в Тесле на полторы тысячи долларов. Власти города Сан-Хосе скажут, но этот придурок вообще охренел. Наконец-то мы находимся в доме Станислава Олеговича и празднуем его новоселье. Что здесь было и что здесь стало? Всем доброе утро, господа! Меня зовут Руслан и это снова YouTube-канал Fuseman. В одном из предыдущих роликов было то, что я поймал грыжу на переднее колесо. У меня 21-инчевые красивые Uber-турбин, называются диски. Я, короче, обычный купил 19-инчевые, вы видите, и сейчас я поеду менять весь комплект резины. То, что сейчас 21-инчевые стоит, я их продам. Сразу сделаю alignment, ну типа развал схождения колес, потому что я уже проехал 18 тысяч миль на этом автомобиле. Этому автомобилю у меня уже целый год. И, конечно, именно эта машина, Model Y Performance, с учетом небольшого перерыва, то, что я на ней не ездил, могу сказать, что она просто самая лучшая пока что из тех, на которых я ездил. Поэтому именно в части своей практичности. Но вот именно тот косяк, связанный с колесами, меня всегда немного напрягал, потому что 21-инч диски, это, конечно, красиво. Это единственная опция при покупке Model Y Performance, только эти 21-инчевые диски. Ввиду того, что якобы эта машина разгоняется от 0 до 60 за 3,5 секунды, эти диски разноширокие. То есть спереди стоят тоненькие, 255, 55, R21, а сзади резина стоит 255, 75, R21. Короче, произошла эта грыжа. Мне выставили счет в Тесле, я попросил поменять им не одно колесо. Они говорят, ну, надо менять, значит, оба передних, потому что, чтобы был износ соответствующий. Они мне выставили счет на полторы тысячи долларов. И я такой, хм, а у меня было желание, когда я этот комплект резины полностью истрачу, купить себе диски новые, красивые такие, но 19-инчевые. Короче, я купил 19-инчевые, но обычные, как-то обычные Теслы Model Y, которые Long Range, вот они сейчас как раз тут отдыхают. Что я хочу этим добиться? Сейчас вот, видите, 298 Вт в час на милю расходуется при езде на таких дисках Uber Turbine 20-инчевые. Это, можно сказать, очень такой высокий расход. Где-то на 10% должна увеличиться эффективность, чисто из-за того, что я поменяю диски. Один диск 20-инчевой версии, он очень тяжелый, он весит 38 паундов, а тот диск, который вот на этих колесах, он весит 26. То есть, с одного диска я сбрасываю 12 паундов. И это неподрессоренная масса, что, в свою очередь, увеличит эффективность автомобиля. Он будет дольше ездить на одном заряде. Плюс увеличится ускорение. Что уменьшится? Уменьшится управляемость. Причем производитель рекомендует использовать только вот эти вот 21-инчевые диски на этом автомобиле. Но я в интернете много чего смотрел, нормальные люди используют и, в принципе, вполне себе счастливы. Поэтому было принято решение пересесть на самые обычные некрасивые диски. Что там красиво, некрасиво, я все равно еду внутри автомобиля, поэтому мне по барабану. Так, я немного опоздал, я назначил 8.00 appointment, а сам приехал 8.05 безобразие, мне кажется. Вот она, красавица. С замененными дисками, вернее, колесиками. Выглядит вполне себе неплохо. Резина новая, ребята. Взял за 1400. Думаю, на хрена я буду париться. И эта резина, она одинаковая, что сзади, что спереди. По всяким тестам машина должна разгоняться быстрее теперь. Короче, все теперь должно быть по красоте. Резины сюда закинули, надо будет их помыть и продать за 1400 долларов. Но в этом комплекте надо еще поменять одну резинку. Поэтому я, скорее всего, продам за 400 долларов. Вот это за 1000 долларов. И плюс еще отдам краску для того, чтобы красить. Потому что у этой резины проблема в том, что когда наезжаешь на бордюр, из-за того, что металлическая часть торчит очень сильно, она постоянно царапалась. Охрена они это сделали, непонятно вообще. Короче, всегда коцался диск при наезде на малейшую какую-то хрень. Так, хотел сразу отметить, что я здесь вот сброшу сейчас Trip A. Напишу New Wells. Как-то эту хрень можно сбросить. Рюсет New Wells. Ченька, ченька. Все. Впрочем, это было 301. Сейчас будем смотреть, сколько будет с новыми колесиками. Не переключаемся. Сейчас я вам сразу скажу, мягко стало или не мягко. Конечно, должно быть мягче. Вообще мягче стало, слушайте, капец вообще. Ого-го. Мягко, прям как на диване теперь едешь. Утренняя зарядка. Провод, конечно, капец мокрый. Как вы думаете, убьет? Током, если взять мокрый провод. Короче, у нас происходит второй день тренинга по сервис Титану. Мы с него переезжаем. Какая-то движуха приходит на складе. Походу, дяденька съезжает наш. Полностью. О, да. Давай, пошли. Будешь кофе, чай? Ты что, в шортах? Не, я только что пил. Это любимая хандименовская форма? Да, ребята. Налегке мы тут в Калифорнии загораем. Холодно. Можно сделать? Что у нас было? Ты не видел, что ли? Нет. Что, у тебя все поперло? Ништяк все. Бабки про, рекой. Нет. Тяжело. Ну, миллион сделать. Миллион? Долларов? Что-то классно. У тебя какая серая? House Corp? House Corp. Что? И как бы тут тебе спасибо. А что я? Я же заплатил 100 долларов твоему каналу. А, ну. Ну, кстати, полезная информация, полезная. Работает, ребята. Короче, ребятушки, обновления очень мощные. Я, конечно, извиняюсь за темные кадры. Но смотрите, здесь стоит туалет на 9-й стрит. Нужно будет все плохо видно, но тем не менее. Здесь ведутся работы по цементированию всей этой области. Здесь все тут выкапывается, утрамбовывается. В общем, контрактор, который делал на Моцарте, который делал еще где-то там, у Стаса много дел работал, он будет здесь все цементировать. Будут здесь сделаны дорожки. Плюс еще в этом доме начали менять двери. Вот в этом доме. И плюс здесь сделали полную электрификацию. Славик с Дмитра сделали полную электрификацию данного стенда. Поэтому здесь просто теперь выглядит все бомбически. Сейчас я с другой стороны туда приеду и все вам покажу. Здесь, кстати, тоже поменяли электрику. Здесь была панель Эдисона до этого. Здесь, ребята, мне поменяли панель. Сделали новую проводку. Новый трейлер. Поэтому все здесь по красоте. Работает кондиционер. Все кушечно. Кто-то помнит эти отверстия. Плюс здесь было установлено еще в одну комнату хит-помп. Кондиционер. Короче, им было холодно. Я вам говорю, ну давайте я вам поставлю. Вернее, они сами поставили, ребята. Просто предоставил им оборудование и деньги заработал. Поэтому кто у нас работает, тот еще сам себе устанавливает и еще зарабатывает на этом деньги. Здесь будут дополнительные всякие изменения по улучшению. Потому что, как вы уже знаете, я решил ни хрена ничего не менять. Просто улучшить. Чего? Зачем это все строить? Если строить фортлекс, то надо строить на территории, где ни хрена ничего не было. Сделал я для себя заключение после того, как мне выставили счет непонятно за что. Жопу такие именины, подумал я. И решил здесь просто все тупо улучшить. Поставить второй трейлер и наживаться на том, что у меня сейчас есть. Вот сейчас все еще покажу со стороны улицы, как это все выглядит. С трассы прямо офигенски просто видно. Просто бомбически. Плюс еще Славик поставил туда фотореле. То есть эта установка, вся гирлянда, это включается после того, как наступили сумерки. И главное, так четко все видно. И там видно это все со страсы. С трассы я сейчас туда залезу и прямо сейчас все покажу. Ну это же просто офигенски. Главное еще такой свет. Очень мягкий, желтый его цвета. Прямо все сделано красиво. Офигенски просто. Секси. Короче сейчас большая вероятность того, что власти города Сан-Хосе скажут, ну этот придурок вообще охренел. Надо ему дать штраф или дать по башке. Вся эта конструкция сугубо временная. Поэтому, если кто-то опять скажет, ой, такая серьезная контора, это такая беспонтовая реклама, вы что нормальный билборд не можете сделать. Еще раз скажу. В городе Сан-Хосе билборды полностью запрещены. Что есть, то есть. Приходится довольствоваться тем нелегальными какими-то способами. Не переключаемся. Кстати, никому не нужны колеса. Uber Turbina с вот такой вот шишечкой. Всего лишь отдаю за 1400 долларов. Такой комплект новый стоит где-то, наверное, 4,5 тысячи долларов. Вот этот весь комплект. Поэтому очень дешево отдаю. Практически новая. Шучу. Мои желаю. Привет. Че, где видосики? Где рилсы, где шортсы? Подписываемся на канал Лины Хуснеяровой. Че, Илья, ты что скажешь? Ты сегодня отдыхал? Работал. Работал? Че, а как работа во Фьюзе? Лучшая работа. Наконец-то мы находимся в доме Станислава Олеговича и празднуем его новоселье. Даже я выпил с Сереброй, Вариневичем. А че, где твое? Вон мой бокальчик. Да. Можно? Стас, я сделаю самоэкскурсию. Да. Да? Так, туалет. О, ничего себе, я такое никогда не видел. Сидите. Так, это комната номер раз. Гостевая-я тут иногда сплю. Это тебя Италия выгоняет? Нет, когда я сам запариваюсь, когда они все втроем вот так вот разлягутся, а где вскрыли ванную? Вот туалет, вот смотри. А здесь как будто бы ничего не было просто, да? Стресная дверь. А, блин, я думал, ты глупый какой-то. Нет, здесь дверь. Вот гараж, пожалуйста. Тут дубак. Гараж обшит красиво. Станислав Олегович здесь и сделал вот эту вот штуку. Велосипеды у него, конечно, лежат просто аккуратительно. Так можно раму сломать. Или что-то другое. Италия здесь разводит своих червяков. Вроде как. Это ее хобби. Да, тут, конечно, компактно получилось. Крайне компактно. И жемчужина этого дома. Жемчужина этого дома. Это дека. И вы смотрите, помните, что здесь было вообще? Что здесь было и что здесь стало? Забор новый. Дека новая. Трава новая. Все здесь снесли. Все покрасили. Провели здесь трубу, воду. Здесь у Стаса будет джакузи. И плюс баня. Уже в доме работает линия. А, вернее, солнечные панели. Кондиционер во все маслает. Просто пушечка. А, кстати, электропанель так и не заспатлевали еще. Просто огонь. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо!